доброе утро дорогие друзья вы на канале питомника марии мистик сегодня 30 сентября 2019 года и я хотела познакомить вас с моим новым питомцем это первое знакомство с мышкой монгольская песчанка окрас у нас мед черноглазый и хотела пояснить откуда вдруг у меня возникло желание завести себе монгольских песчанок эту мышку зовут у меня литл джой каролина ее родители приехали из финляндии и швеции дедушка каролины чемпион швеции мама папа выставочные мышки каролина тоже выставочная мышка и приобрела я ее в питомнике литл джой который находится в санкт-петербурге и владелец этого питомника ветеринарный врач почему для меня было важно у каролины также есть диплом с выставки приобретение мышек именно такого уровня подписчики моего канала в плейлистах могут посмотреть что несколько лет назад я занималась разведением декоративных сатиновых мышек и привлекали мне в этих мышках не только потешное забавное поведение и достаточно умное животное интересное в наблюдение интересное в общении но и разнообразие окрасов и типов шерсти к сожалению в россии на сегодняшний день почему я перестала заниматься разведением декоративных мышек пошли сплошные инбридинги несмотря на то что последние мои мышки даже были предки их привезены из финляндии это были голые без усов мышки можно посмотреть видео в плейлистах тем не менее на фоне вот этих близкородственных инбридингов и рождений пошли разнообразные заболевания на генетическом уровне и даже пятимесячные мышки были уже с опухолями с какими-то заболеваниями я перестала заниматься разведением декоративных мышек и решила приобрести себе как раз таки хотела приобрести монгольских песчанок еще вот несколько лет назад но почитав информацию в интернете во многих питомниках обсуждалась тема что в связи с тем что в россии конкретно монгольские песчанки пришли к такому же примерно уровню вырождения что и сатиновые мышки инбридинги большая смертность и врожденные генетические заболевания приводящие к смерти многие питомники стали даже закрываться на этом фоне я решила конечно не покупать себе монгольских песчанок и на тот момент приобрела джунгарских хомячков у которых также из-за близкородственных скрещиваний разнообразный и на выведение определенных окрасов есть генетические заболевания такие как диабет и скажем иметь в доме нездоровое неполноценное животное несмотря на правильный уход и содержание никому не понравится поэтому после этого я завела как вы знаете подписчики моего канала свинок морских лысеньких скинни которые сейчас у меня живут в моем питомнике но мысль про монгольских песчанок они мне очень симпатичны не только внешне они мне симпатичны своим поведением в отличие от хомячков эта мышка постоянно в процессе движения и днем и как бы ее можно наблюдать за ней интересно наблюдать потому что мышонок постоянно находится в процессе какого-то движения что-то строит что-то делает не спит как хомячок например или многие грызуны которые являются ночными которых видно только ночью которые активны только ночью это не так интересно потому что ночью все люди должны как бы отдыхают и спят поэтому мне был интересен тот питомец который будет днем активный образ жизни вести чтобы можно было за ним наблюдать и получать от этого удовольствие поэтому вот случайно совершенно увидев в интернете питомник литл джой я увидела что все мышки этого питомника имеют импортные крови то есть все мышки этого питомника привезены из питомников европы швеция германия в финляндии в родословно этих мышек нет никаких российских мышек и этот питомник не планирует пускать в разведение отечественных мышек песчанок поговорив с владельцем питомника напоминаю ветеринарным врачом узнала много нового и интересного про монгольских песчанок именно разведение европы это огромная разница с тем что пишут у нас в интернете про этих мышек и про содержание про срок жизни и про общее содержание уход и содержание как содержать этих мышек мне стало настолько интересно что я приобрела сразу двух девочек и вот такой моментик что в силу того что конечно да мне интересно именно генетика мне интересно разнообразие окрасов этих мышек мы договорились с владельцем питомника и каролина к нам приехала уже повязанная опять-таки самцом импортных кровей разведения подходящих им ей каролине по генам так как если у нас получится потомство высокого уровня так как родители каролины также титулованные также выставочные мышки то с помощью руководителя питомника литл джой я готова так же заниматься и выставками этих мышек и разведение мне это интересно и поэтому подписчики моего канала и гости моего канала кому вместе со мной интересно побольше узнать про монгольских песчанок европейского уровня оставайтесь с нами кто не подписан приглашаем подписаться на наш канал кто подписан не прощаюсь сейчас я буду во втором видео рассказывать про уход и содержание за мышками песчаночками это видео это первое знакомство почему я приобрела кого я приобрела и именно опираясь на гены на здоровье на продолжительность жизни на психику эти мышки ручные в питомнике литл джо их приучают к рукам буквально как только они открывают глазки для того чтобы потом они могли посещать выставки у них хорошая крепкая здоровая психика и гены сейчас я в следующем видео не прощаюсь с вами буду показывать вам поведение этого мышонка домик уход за каролиной какой домик мы и подготовили с учетом что каролина обратите внимание совсем не боится ручек я предлагаю вкусняшечку это тыквенная семечка сейчас буду рассказывать про питание уход содержания с учетом что каролиночка мы очень надеемся станет у нас в скором времени мамочкой и скорее всего очень интересных деток а если вам понравилось каролина то не забывайте ставить лайки под этим видео чтобы я поняла что вам интересно видео про монгольских песчанок и я сделаю отдельное индивидуальное видео со второй моей песчанкой которую зовут литтл джо и фемида расскажу также о ее родителях о ее генах и почему я выбрала именно фемиду и каролину свой питомник для дальнейшего разведения и возможного участия в выставках потомков от моих мышек кто подписан на наш канал оставайтесь с нами до новых видео до новых встреч на канале питомником арене стик сегодня еще будут на нашем канале свежие видео с щеночками которых не успели вчера заснять всего доброго и до новых встреч на канале питомником арене стик здоровья вам и вашим питомцам и завтра и 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 Продолжение следует...